Из раздела «Реформа политической сферы» первая строчка у нас идет «Ликвидация должности президента». Почему именно ликвидация должности президента? Многие могут задать вопрос. Парламентская форма правления бывает и с должностью президента, или взять пример в Соединенных Штатах Америки, когда есть должность президента. Я хочу в этой связи более подробно объяснить, почему мы должны ликвидировать должность президента. На постсоветском пространстве долгое время, все время выстраивалась система, когда один человек все решает. Это авторитарная система власти. Был Лейн, был Сталин, и все под него подстраивались. И всякие разные структуры, типа политическое бюро, еще что-то были ширмой реальности, все решал один человек. Это приводит к огромным тяжелым последствиям. Хрущева в итоге уволили за волюнтаризм. Сталин практически построил под себя всю систему власти так, что силовые структуры, вообще все он назначал, он менял, и его стали обожествлять. Хрущев в волюнтаристские решения принимал такие, которые привели к отставанию в тех или иных отраслях. То есть он был непрофессионал где-то и говорил, двигайтесь так. В нормальной политической системе такого не бывает. И еще важный момент, что в связи с тем, что долгое время наши люди жили, то царь, то хан, то председатель политбюро или секретарь компартии, и все время ждали, что скажет один человек, то есть основная часть населения, потом начинает молиться на него. Мы должны от этого отказаться. Мы должны именно поэтому отказаться от должности президента и перейти к парламентской форме управления, которая есть в мире, во многих странах мира, когда существует должность президента в некоторых странах, но фактически у него усеченная полномочия, в основном все решает правительство и парламент. Если взять пример, например, Украины или России или, например, любой другой страны постсоветского пространства, даже Турцию, то получается, когда население заточено на то, чтобы ориентироваться на какую-то личность, потом его начинает обождествлять, этому человеку дают большие полномочия, происходит откат управления страной. Вот Турция практически была парламентской страной даже в должности президента. В итоге это чем завершилось? Сейчас президент Турции Эрдоган получил все себе полномочия и еще может 29 лет суммарно находиться у власти. Впоследствии они уже есть, ухудшение в экономике идет, политические заключенные, более 100 тысяч человек попали под репрессии. В нормальной парламентской республике такого не должно быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПОДПИШЕЙ Продолжение следует...